Чемпионат России по кикбоксингу 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 В первом чемпионате России всегда больше, независимо, это лоу-кик или фулл-контакт. Вот в этом году фулл-контакт проходил первый, и, конечно, участников было просто очень много. В весовых категориях доходило до 27 человек в весе. А с чем, интересно, это так связано? Куда они потом деваются? А вы знаете, мне кажется, все-таки популяризация, вы знаете, стали показывать кикбокс, стали о нем рассказывать. Телевидение – это большой подспорье для нашего вида спорта. И молодежь интересуется, молодежь видит, что кикбокс интересен, что его показывают, можно и, скажем так, себя проявить. И народ пошел, народу много сейчас. А новые имена появились? Был чемпионат, какие-то сюрпризы преподнес, появилась какая-нибудь новая звезда или звездочка, о которой, например, до этого чемпионата никто не знал? Вы знаете, вот в юниорах появились ребята. А во взрослых, ну вот мы сейчас по этой программе сразу, наверное, всех и назовем. Ну тогда, по ходу дела. Алексей, Митюгин, Кызымов, Фарис. То есть есть очень хорошие мальчишки, да, и по ходу мы сейчас о них поговорим. Ну вот сейчас идет первый поединок. Это финальный поединок категории до 51 килограмма. Встречаются Дмитрий Айзатулов из Ульяновска и Вячеслав Канаев из Кемерово. Ну, эти два мальчишки уже давно боксируют. Я бы даже сказал, такие уже ветераны. Айзатулов Дмитрий из Ульяновска, тренер у него Мерчин Владимир. Очень опытный мальчишка. Очень прошлый год, единственный прошлый год у него была пауза, он нигде не появлялся. И вот сейчас он вышел в ринг и, видите, уже в финале боксирует со спортсменом Канаевым Вячеславом. Вячеслав тоже очень давно боксирует. Опытный спортсмен. Но до финала ему не приходилось доходить. И вот, пожалуйста, они сейчас с Азитуловым в финале встретились. Очень приятно, что эти мальчишки, скажем так, в финале и будут отстаивать честь сборной России на чемпионате Европы. А туда два человека, да, отбираются? Нет, только один. То есть чемпион? Да, только чемпион. Ну вот, любопытно. Оба бойца представляют такие традиционно сильные вообще во всех единоборствах регионы. И Ульяновская область очень сильна во всех контактных единоборствах. И Кемеровская область. А вот у меня возникает вопрос. Как бы география развития кикбоксинга фулл контакта и география развития кикбоксинга фулл контакта с лоу киком отличаются? Или те же самые регионы одинаково сильны и там и там? Вы знаете, чем вот кикбокс-то и интересен, да? Можно себя попробовать в фулл контакте. Не получилось? Можно себя попробовать в лоу кике. В принципе, регионы все одинаковые. То есть те же ребята боксили и по фуллу, и по лоу кику. Я бы не сказал, что какие-то есть такие изменения ярко выраженные. Нет, ну вот, например, я помню, в прошлой программе мы говорили, что белгородская школа, она базируется на школе бокса в основном. Поэтому ребятам удобнее действовать в фулл контакте. Именно поэтому они чемпионаты проводили в Белгороде, потому что это их. И они хорошо выступили. Вот, например, наверное, в лоу кике у них шансов меньше. Ну вот, я насколько понимаю, Кемеровская, это и Ульяновская область сильна везде. Такая другая. Да, да. Вот Айзи Тулов, Дмитрий и Канай Вячеслав, они боксируют и в фуле, и в лоу. Вот по каким-то причинам они не смогли приехать в фулл контакт, и сейчас боксируют по правилам лоу кик. Ну, зато, наверное, лучше подготовились. Вот дошли до финала впервые. Каждую свою жизнь дошли до финала. Ну, знаете, мне кажется, что все-таки лоу кик, он поинтереснее, да, удары по ногам. Работа в три этажа, она намного интереснее технически. Больше вариантов. А были вообще в истории кикбоксинга бойцы, которые, например, в один год выигрывали два чемпионата, или даже три, еще и К1, если... Ну, К1 навряд ли, но были те, кто выигрывали в один чемпионат и фулл контакт, и лоу кик. Ну, такие, как Константин Сбытов, который боксирует по любым правилам, для него нет проблем. Ну, вы знаете, уровень настолько высокий, что, конечно же, все-таки лучше боксировать в одних правилах. Ну, вот сейчас мы видим на повторе как раз лучшие моменты, свойственные как раз фулл контакт с лоу киком. Такие очень интересные моменты с высеканием, очень жесткие лоу кики внешние, внутренние. И мы видим, что...